Республиканская консультативно-диагностическая поликлиника по улице Щетинкино-Кравченко, 61, напротив здания филармонии, работает в режиме выездных бригад. Но терапевты и пункты сдачи ПЦР-тестов продолжают работу. Для пациентов, не имеющих симптомов ОРВИ, работают отдельные чистые выездные бригады и приём терапевта. На учёте поликлиники состоят 7 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями. Из них, значит, большинство, это более 2 тысяч, это люди с болезнью системы кровообращения. На втором месте болезни органов пищеварения, на третьем месте болезни эндокринной системы. Среди них есть льготная категория, которая получает рецепты, и есть, которая не льготная категория, но наблюдаются на диспансерном наблюдении. Эти люди при появлении лица с хроническими заболеваниями, при появлении клиники, симптомов, да, если они сейчас заболели, у них появились симптомы клиники остроэспираторных заболеваний. Они также обращаются в колл-центр 3-72-72 и приглашают бригаду. Лица с хроническими заболеваниями, которые имеют льготную категорию, да, которые относятся к льготной категории, бесплатно получают лекарственные препараты. Врачи у нас выписывают лекарственные препараты уже дистанционно, и медсёстры уже отвозят домой пациента. В связи с эпидситуацией рецепты у нас выписываются не ежемесячно, а на квартал, на квартал, на полгода. Симптомами ОРВИ при подозрении на ковид необходимо вызвать врача на дом. В поликлинике работает колл-центр с четырьмя операторами. На днях операторов будет восемь. Обратиться в дополнительные сортировочные пункты можно, если вы не пользуетесь общественным транспортом, чтобы не подвергать опасности заражения других граждан. Пункты находятся в здании токсикологии на Гагарина-6, в здании филармонии и в самой поликлинике. График работы с 8 утра до 8 вечера. Обеденный перерыв с 12 до часу. В период подъём коронавирусной инфекции для улучшения и бесконтактного общения врача и пациента сейчас проводится очень большая работа Министерством здравоохранения и нами амбулаторным звеном по внедрению теремедицинских технологий, то есть создание амбулаторно-консультативных диагностических центров. В настоящее время программа уже полностью разработана. Врачи уже в эту систему платформы все подключились. Идут небольшие организационные работы. И мы подготавливаем списки людей, к которым мы можем подключить данную систему. Но, естественно, это получается более-менее молодые люди, которые знают интернет, которые могут работать со своими телефонами, чтобы мы могли подключить. Подготовительный этап мы сейчас проведём. И уже на следующей неделе начнётся телемедицинская консультация, наблюдение за своими хроническими больными уже более дистанционно очистили медицинские технологии. В поликлинике пять ковидных бригад и одна чистая. Ежедневно бригады врачей обслуживают более 200 вызовов с 8 утра до 8 вечера. Также в поликлинике продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19. Чодрала Мажик, мама пятерых детей, ждёт шестого ребёнка. Проходит ревакцинацию на 26-й неделе беременности. Вакцинироваться можно с 22-й недели. Всего в поликлинике с ноября 2021 года вакцинировано 35 беременных женщин. Ревакцинацию получала где-то в июле. А сейчас у меня вторичная ревакцинация. Это уже тоже получаю гам-ковид. Первый компонент получила. Потом через месяц, наверное, уже второй компонент получила. Состояние после вакцины у меня нормально, без побочных эффектов у меня всё проходило. Сейчас тоже буду посмотреть, что будет. Беречь себя, не контактировать с многими людьми, не приохлаждаться, не болеть. Я считаю, что надо вакцины вовремя получать, потому что всё это для нас, для моего здоровья надо, для будущего ребёнка моего. Поэтому я всегда серьёзно отношусь к прививкам. И своих детей тоже прививаю вовремя. Всё это делаю. Ташему ребёнку 12 лет. Когда придут вакцины для детей, я постараюсь поставить, чтобы у ребёнка была тоже вакцинация. Лидии Иннокентьевне Ломакиной 78 лет. Она также проходит ревакцинацию. Я пришла на вакцинацию. Живу я не особо далеко. Неудобно в эту поликлинику свою приходить. Всё нормально проходит, никаких ни температур, ничего абсолютно не было. Предыдущих две не было ничего. Чувствую себя прекрасно. Сейчас спутник поставили, потому что я боюсь, у меня родственники переболели, на домашнем карантине сидели. Для меня хорошо это, для моего возраста. Вакцинация, вакцинация, вакцинация. Все медицинские осмотры приостановлены. Напоминаем, что больничные листы открываются только после первичного осмотра врача, которого вы вызвали на дом. Продлевать или закрывать больничные листы можно дистанционно. Айдана Хаулыч, Айхан Дунгак, Мирана Иргит, Тува, 24.